итак друзья привет начинаем сегодня прямой эфир вот наконец-то хотя бы изображение стало более менее освещено то что-то как-то на солнышко сегодня ушло сейчас напишу пока все присоединяются что у нас эфир сегодня снова про деньги объясню почему мы ну первых мы по традиции до статьяной раз в неделю проводим эфир давай поговорим про это мы хотели сделать привет привет мы хотели сделать всегда по средам но то у меня обучение в среду то еще что-то да вот в эти вторник среду проходила новый для себя курс под это хилинг соответственно ну тут уже не до прямых эфирах и так далее и то у татьяна какие-то движухи и дела поэтому решили так что мы соблюдаем традицию раз в неделю собираемся в прямой эфир и говорим про это обязательно запустим голосование среди наших подписчиков для того чтобы понять на какую тему актуально вам поговорить на какую порассуждать для того чтобы это было не только ну что мы хотим чем поделиться но и на какую тему вам было бы интересно послушать и узнать наше мнение вот сейчас ждем татьяна присоединиться и я расскажу вкратце о том почему вдруг мы решили снова поговорить про деньги но во первых тема денег вообще она такая объемная и я думаю что даже не в текущей ситуации событий когда все что происходит просто ну вот какими-то огромными до трансформационными процессами и не только про это да деньги нужны всегда деньги в нашем мире эта энергия которая показывает насколько ты занимаешься тем делом привет татьяна присоединилась когда ты показывает что ты занимаешься тем делом когда ты понимаешь что обмен ты отдаешь в ответ тебе что-то приходит у нас так принято поэтому деньги это неплохо деньги как раз таки это лакмусовая бумажка привет привет которая показывает я чуть вступление делаю да у нас есть а вот эти деньги показывают насколько мы в балансе да то есть отдаем и получаем в ответ поэтому когда вот это огромное количество разных убеждений что деньги это плохо деньги это зло то есть когда-то они действительно может быть несли какой-то негативный окрас. В наше время нужно наконец-то уже отказаться от этих стереотипов и с легкостью зарабатывать деньги на то, чтобы осуществить все свои мечты. Потому что деньги все-таки, да, это не цель, это ресурс, который нам позволяет добиться огромных результатов в жизни. Потому что, ну, например, да, нельзя построить бизнес мировых масштабов ну, с двумя рублями в кармане. Ну, то есть можно когда-нибудь, да, но вот туда даже посмотреть страшно. Поэтому начинаем с малого. И вообще, в принципе, да, вот эфир мы решили провести еще по поводу... Ты тоже масочки ставишь? Я хочу повосставить, не знаю, какую. Ну, повыбирай пока. Ой, какая. Вот, когда... В прошлый раз мы провели тему денег, эфир на тему денег и говорили как раз про установки убеждений и так далее, вот, чтобы у нас сыпалось, да, богатство в нашу жизнь. Да, да. Татьяна поставила. То мы решили, вот буквально экспромтом, когда провели прямой эфир, решили разыграть деньги. И мы увидели очень интересный момент. Причем я это увидела в разных местах, прям вот от разных даже блогеров. что, к сожалению, почему-то люди не ценят то, что им дается. Они не ценят малое, они хотят сразу много. Здесь и сейчас. Они не хотят что-то делать. И не впускают, по большому счету, деньги в нашу жизнь. Да, в свою жизнь. Ну, не про нашу, про свою жизнь, я говорю. Вот. И мы действительно были удивлены по поводу того, что люди не очень хотят... Я извиняюсь. Прекращаю эту болтовую... Слушай, у тебя сейчас вообще все разъехалось. Серьезно? У тебя так нос, глаза, губы в разность. В настоящий момент? Нет, до этого. Сейчас нормально? Сейчас нормально? В общем, я правильно говорю. Вот у нас именно было такое раздвоение, расстроение, когда мы не поняли. Люди, мы даем деньги. При условии, что я всегда пользуюсь такой возможностью, когда... Ну, опять же, да, это тоже про меня, потому что это случилось недавно, когда я решила использовать любую возможность притягивать деньги. Таким образом показывать, что я готова к приему денег, да. И когда несколько человек участвуют, и по большому счету нужно сделать всего раз и два и получить деньги... Безобразие просто. Просто безобразие, когда вы берете и делаете. Катастрофа просто. И поэтому как раз решили провести этот прямой эфир и сказать про то, когда люди говорят, я хочу... А ты решила сегодня его впустить, да? Ну, потому что... Я хочу много денег. А, ну, деньги идут, а он говорит, нет, я не пущу их в свою жизнь, да. Ты пустила свое сокровище, да? Ой, ну, потому что она рать будет. Пусть лучше вокруг меня бегает. Кисика, конечно, спасенный мною рабенок, маленький, перебивая Дашу, прошу прощения. Не, ну, я в вступление сказала, почему мы вдруг решили снова про эту тему. У нас просто на самом деле есть такая ситуация вот в структурном собрании. Я почти сегодня написала, ну, и на самом деле вот есть такой момент. У нас есть два человека, которые регулярно выиграют. Они как будто соревнуются друг с другом. Мы вообще понять не можем. Вот они сидят там и практически колдуют. Мне, 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 мне. И они выигрывают. А те, которые говорят, ой, да я даже не запишусь в табличку, потому что, ну, да что толку мне не везет. Что эти 100 рублей? А, да что это? Вот эти копейки, да? Ну и без этих проживем. Да, кое-что забыла. Ты пока говори, я сейчас принесу. Ух ты! А, угу. Ты забыла, да? И готовила, и забыла. Да, да, делала, и забыла. Угу. На самом деле у нас для вас сегодня тоже есть сюрприз. Как раз Татьяна пошла. Сейчас мы вам просто расскажем, что, ну, те, кто у нас в прошлый раз участвовал, я думаю, что мы примем решение с Татьяной, да, Тань, и девочки тоже будут. На регулярной основе будем что-нибудь бубенить? Нет, я говорю про то, что девочки, которые в прошлый раз все-таки сказали, и мы, ну, как, они приняли, да, участие в нашем предыдущем розыгрыше, но чтобы это было честно, в этот раз мы их тоже включим, но и вам всем предлагаем поучаствовать в новом нашем формате. Ну, мы теперь кустируем в разные форматы. Рассказывай, да? Итак, мы сегодня вам предлагаем поиграть вместе с вами. Мы в течение всего этого прямого эфира будем показывать... Да, будем показывать буквы. Посидушки нравятся. Посидушки. Точно, правильно сказано. Я аж прям плачу. И сегодня будут эти посидушки не просто интересные, не просто забавные, но еще и полезные. Да. Обогатительные. Поэтому смотрите прямой эфир, записывайте все буквы. Мы будем их показывать поочередно. Понятно, что они не в нужной последовательности. Вы записываете все эти буквы. Вот. Татьяна показывает уже у нас первую букву. Вот. Отлично. Наталья, да. Наталья, да. У меня у вас вперед пиш? Записываю. Да, мы уже потом поняли, что же это в отражении. Но я успела, я их успела и так, и так написать, да. Поэтому вы записываете эти буквы. Их будет всего восемь. Сразу скажу, восемь букв. Из них вы собираете слово и пишете нам в директ. То есть, кто-то пишет Татьяне, кто-то пишет мне. То есть, кому вам удобнее, пишите. Слове напишем под посидушками. Да, да. Обязательно. Как только видео загрузится, мы сразу напишем правила. Да, ну просто сейчас обозначаем. Вы пишете в директ. Обязательно нужно быть подписаны на меня и Татьяну. Да. И под постом, где появится наше видео. Да, без разницы. Вот этого эфира. Хоть у Дарьи, хоть у меня. Да. Хоть у меня, хоть у Татьяны. И во вторник мы среди вас разыграем 500 рублей. То есть, смотрите, какой смысл, да. Ну вот вообще, почему мы вдруг решили поиграть и про деньги поговорить. Таня как раз писала в своем посте по поводу того, что мама везде находит деньги. И действительно есть люди, которые находят. Она мне много лет назад принесла кольцо. Прям там вест капитальный с рубином. Я говорю, ты где взяла? Она говорит, шла по улице, говорю, кольцо лежит. И даже вот кому-то написать, кто потерял кольцо, ну, смысла нету. Потому что это вообще проходная какая-то улица была. Все. Если бы она не взяла, кто-то бы взял бы другое. Потому что по-любому. То есть, по идее, вот есть такие моменты, когда у нас перед ногами практически, вот мы идем... Под ногами лежат деньги. Да, вот как в физической форме, вот именно прям по улице идем, так и когда предлагают какие-то фишки. Вот, тоже было кольцо. Когда какие-то кто-то предлагает фишки, многие просто говорят нить. И все равно. Я все-таки уберу этого... Моего кадра. Он вестница, я на него отвлекаюсь и от эфира отвлекаюсь. Поэтому... Ну, как говорится дальше. Условия. Ну, я про условия уже сказала. Я по поводу того, что... Как мы все-таки, да, вот этот механизм невпускания изобилия. Я не про то и не за то, да, чтобы мы ходили... То есть, да, я даже знаю, в некоторых учениях есть упражнения, когда ходишь по улице и смотришь под ноги, чтобы собирать монетки, чтобы собирать там какие-то еще вещи, да, какие-то... Искать ценности. Я, конечно, не до такого абсурда, хотя, да, как упражнение на внимательность это, да, может быть, имеет место в каком-то формате. Я больше про то, насколько мы внимательно относимся к тому, что к нам приходит в жизни. И как у нас бывает, да, приходит человек и говорит, у меня есть классное предложение по работе, у меня есть там возможность научиться чему-то новому и потом из этого создать новый вид деятельности, там, бизнес или даже просто получить повышение по службе. И что говорит человек, которому это говорят? Нет, это не для меня. То есть, это такая частая история, что нет, я не готов пустить изобилие деньги в свою жизнь. Ну, они так не говорят же, Даш, они даже так не думают. Они о них даже не думают. Они именно так делают, да. Да, да, то есть это... Они прямо отражают это вот. Да, 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 да. Вы знаете как, вот просто моменты бывают, иногда вот раньше я, как сказать, я сейчас попробую, вы даже можете проэкспериментировать, вот вы будете идти по улице, обычно мы просто видим людей, а вы попробуйте вот идти анализировать, глядя на людей, анализировать, как он одет, как он себя ведет, как он себя проявляет, потому что даже когда человек просто идет по улице, и вы его не знаете, уже ярко выраженная тот момент, как живет человек. Он даже может быть одет в красивую, дорогую одежду, ну, может быть, кто-то его обеспечивает, не он сам, но внутренний его мир настолько вот, давай поноим, что он даже в этой одежде, он, ну, вот как говорят, красота внутренняя. Ну, я думаю, что ты даже не заметишь, когда у человека, вот когда он закрыт в ракушку, и когда у него потухшие глаза, я думаю, что ты даже не увидишь его одежду, то есть ты сразу увидишь вот эту вот внутреннюю закрытость, и ты даже не обратишь внимания, как правило, так и происходит. Когда идет человек-праздник в яркой одежде, там, какой-то там мейк, да, у девушки, или что-то экстраординарное. Ну, парень, счастлив. Да, то тут, конечно, ну, бывает две, как бы, две ситуации. Это когда человек счастлив, и все в глазах сияет, ну, либо это вот это бегство, когда это до абсурда, да, когда розовые волосы, там, зеленые ногти, или еще что-то, да, но это подростковые, и, к сожалению, есть люди, которые во взрослой жизни тоже застревают в подростковом периоде, и они продолжают ходить вот такие разноцветные, но это способ проявления. Ну, также, смотри, когда мы идем, когда внутренний наш мир, что мне не везет, у меня ничего не получается, да что толку делать, зачем это надо, да, вот, и ты же вначале говорила, что я вот зацепила вот этот момент, когда пришла, что деньги – это зло, и все остальное, да и в прошлом эфире мы говорили, пересмотрите его, то мы отражаем это, мы просто, знаете как, мы фоним, мы фоним до такой степени, что от нас или шарахаются люди, и не подходят, и не хотят быть с нами, или от нас шарахается удача, потому что она говорит, да ему не нужно, или происходит другой момент, когда вы идете, а вам прилипает, 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 оттуда, отсюда, люди прилипают, ресурсы прилипают, приходит что-то в жизнь, такое, что бери, и не хочу, анекдот не рассказывала, пока меня не было, по поводу ухода к Богу? Ладно, я, мы уже, по-моему, в прошлом эфире тоже говорили этот анекдот, но он прям в тему, умер мужчина, пришел к Богу, как все приходят, пришел и говорит, Господи, ну почему вот, вот ты же всесильный, ты же есть, сколько по жизни я тебя просил, ну дай мне удачу, ну дай мне возможность, ну ты же видел, как я жил, бедно, жена непонятно какая, квартиры практически нет, машины нет, с деньгами безобразие, дети вообще, кошмар кошмаров, ничего в жизни у меня не было, ну почему ты не помог, я же просил, на что Господь сказал, я тебе давал, и неоднократно, я тебе давал выигрыш, ботерей, ну ты не пошел и не взял, я тебе давал хорошую работу, но в какой-то момент ты сказал, нет, там же работать надо, зачем мне это надо, я тебе давал возможность отправить жену, чтобы она стала еще красивее, я тебе давал возможность, чтобы дети твои стали более умнее, но ты каждый раз говорил, я себе не могу это позволить, поэтому ты так и жил, и вот на самом деле, это вот как из того анекдота, многим дается и не берется, да? Да, 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 поэтому мы вам предлагаем. Ой, как они смешно смотрятся! Давай вот так вот, вот так будет четко, вот, я же нарисовала их с разных сторон, да ты мой золотой! С какой стороны их показывать, поэтому вторая буква Е записывайте. Она точно так? А то может быть так или так? Да нет, вроде так, но ты смотри, она у тебя на Е-то похожа, потому что я тоже что-то в зеркальном теперь понять не могу. Это, знаете, когда напрягаешь мозг как-то по-новому, он иногда говорит, что-то я не понял. Вот, поэтому вы сегодня, ну, записывайте, вы же все равно понимаете, что это за буква, не парьтесь по поводу, она как перевернута или не перевернута, то вы все понимаете, вы просто записываете и потом составляете слово. Вот, нам главное успеть уместиться, все буквы показать за это время. А скажи, вот, 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 поржать-то мы, конечно, любим, и все с нами вместе, но вот из позиции, вот, психологии, почему, это, вот, смотри, у меня какие есть мысли, это генетически заложено, это воспитание в семье, или это просто горе от не ума? Ну, как бы, даудури счастливые, я бы так сказала. Да, да, это, кстати, да, интересная еще классная фраза, даудури счастливые, потому что горе от ума бывает, и без ума тоже, поэтому тут и про то, и про другое. Смотри, я тебе скажу так, это может быть от всего, ну, я тебе тут на днях рассказывала, да, как очень интересно формируются наши установки, как я это услышала в Тета-Хилинг, когда мы реально не знаем, откуда установка, да, то есть я раньше это знала, что это может быть от наших родственников, от наших предков, от того социума, в котором жили наши родители, бабушки, дедушки, но когда я это наглядно услышала, это финиш, ну, реально, когда ты развиваешься на протяжении огромного длительного времени, ты уже понимаешь законы, принципы, как это все действует, как это работает, ты знаешь, что у тебя есть установки, ты их прорабатываешь, ну, вот этот фон от родственников и социума, ну, столько фонит. Генетику никуда не пропьешь, ты хочешь сказать. Ну, не то, что не пропьешь. Я шучу, аля. Да, да, я про то, что, нет, с этим тоже надо работать, я про то, что надо слушать, да, прислушиваться ко всему, но отделять, где вы, где что-то вам навязали, да, и когда вы просто чувствуете и понимаете себя, оно гораздо проще просто в жизни. Ты про внутреннее отделение, про интуитивное, правильно поняла? Да, да. Потому что можно отделять, знаешь, как денежная пирамида, о, бабки заработаем, и поперлись туда, и истина. Ты про внутреннее. Да, я про внутреннее состояние, что если вы понимаете, что почему-то как-то вы коряво относитесь с деньгами, ну, вы можете сразу понять, как. Ну, то есть у вас нет достатка, чтобы все свои нужды удовлетворить. То есть вот хочу, вы понимаете, что нужно сделать, вы делаете, вы получаете деньги. Это значит, вы впускаете вот этот поток изобилия, у вас все замечательно складывается. Скорее всего, вы полностью проработаны в плане установок, всех вот этих, да, освободились и так далее. Привет, привет. И вы, получается, живете в гармонии со своим внутренним я. Если вы понимаете, что вы годами что-то хотите, но оно почему-то не осуществляется, ну, первый вопрос вообще, это вы хотите, или это, ну, навязанная социумом какая-то идея. А второй момент, если вы понимаете, что это ваше, но почему-то не достигается, вот тут нужно покопаться с установками, с обидами, со злостью, потому что, да, ну, разные моменты. Бывает установка, что деньги зло, или я недостойна, или я не готова принять какую-то сумму в свою жизнь. Это бывает страх, не пустить эти деньги, потому что, понимаешь, приходит миллион долларов, опа-на, все, меня же обокрасть могут. Ой, а как же я там, я помню, мы тогда хохотали, что когда повышается вот этот уровень нормы, ты можешь ехать со ста тысячами в сумочке, с открытой сумкой, и не забыться, что у тебя кто-то вообще вытащить. Да, да, да. А кто-то пять тысяч рублей боятся в сумке носить. Я хотела совет сейчас дать, а потом подумала, установки не те могут испереть, поэтому от крика подальше. Хотела сказать, попробуйте с открытой сумкой в баку поездить. Нет, тут надо быть готовным, да, потому что если есть внутренний страх, он сработает в обратку, и вы не будете тренироваться. Про то, что мы в прошлый раз говорили, да, упражнения на расширение емкости, там куда-то сходить, это замечательно, но рисковать не надо, потому что, скорее всего, вы эти страхи и притянете. Вот, и если мы говорим, да, вот с точки зрения психологии и всех остальных наук, что делать? Да просто замечать, замечать каждый раз. То есть, например, вы пишете какой-то план, какую-то цель в жизни, чего вы хотите достичь, вы пишете, сколько эта цель стоит, и начинаете прописывать шаги. Если проходит, вернее, как, даже так скажу, вы начинаете прописывать шаги, но, скорее всего, в тот момент, если у вас есть вот эти, да, затыки с деньгами, то у вас появится страх. Не получится. Это нереально. Я недостойна. Это нереально. Да не может такого быть. Мне некогда. Некогда. Я не успеваю, я занята. Да, да, да. Питво это лось, это лохотрон. И как только все, то есть, прям задумайтесь, что в вас там всплывает вот этого говнеца по поводу достижения денег, и это хороший способ это все просто проработать. Понятно, что, ну, опять же, да, вот, следующая буква у нас И. Кстати, классно, буква И, она и так, и так, и так. Кстати, это еще один из вариантов, да? Когда мы думаем, что у нас, мы про это и после курса говорили с тобой, да, у меня тут с сыном был по этому поводу разговор, что вселенная у нас не двухмерная, не трехмерная, а многомерная. Мне-то под руками и ручки нарисовала бы я девяточку. Да, 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 да. Показала. Ой, слушай, у меня есть рядышком, сейчас. Давай. Получается, что когда мы думаем, что из любой ситуации есть только два выхода, и мы начинаем расширять горизонты и смотреть на эту ситуацию, прям позволяем варианты раскрыть нам огромное количество, вот тогда мы можем впустить и возможности, и ресурсы в жизни, и деньги, и благополучие, и здоровье, и счастье, вообще позволить себе быть счастливой, потому что когда мы думаем, что только вот, вот только так я буду счастливая, то мы сами себе перекрываем дорогу. А когда вы принимаете такое правило, да, что я буду счастливая, независимо от того, что будет вокруг, как будет вокруг, по большому счёту сама Вселенная вам сделает так, как оно благоприятно. Я вот рассказывала Тане, я не знаю, сейчас, по-моему, Кристина, я не видела, смотрит, не смотрит эфир, тебе привет, Кристина, будешь смотреть. Девушка, которая была у меня, то есть я не буду подробности рассказывать, но такой момент, да, что не имею права, да, внутренности рассказывать, но меня очень поразил этот факт, ещё раз, да, дал убедиться, как это работает. После консультации, когда чётко было показано человеку, нужно сменить род деятельности, именно прям вот род деятельности, открыть для себя новые возможности, прям впустить это изобилие, благополучие, деньги, ресурсы в свою жизнь, и тогда у человека прям перевернётся всё. Но было настолько страшно, что она оттягивала этот момент. Но раз мы формируем это намерение, то проходит время, и оно делает так, как нам хорошо, да, и человека увольняют. И это супер! Не было бы счастья, да не счастье помогло, да? Да, ну, потому что она была как бы готова к этому, она просто вот не могла. Это вот, смотри, это вот она была готова. Она, по сути, не хотела уходить, видимо, но была уже к этому готова. Готова. Она восприняла это как подарок. Да, 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 да. Поэтому, если вас откуда-то уволили, если у вас сейчас рушится бизнес, если у вас что-то ещё в жизни происходит, а посмотрите на это с другой стороны. Может быть, это написание подарок. Давай я сейчас как раз покажу, но это не для конкурса. Это не для конкурса, это просто так. Напишите нам, какую цифру вы видите. Даша, молчи. Сейчас долго будут писать. А? Сейчас долго будут писать. Ну, хорошо. Она у тебя не в зеркальном, поэтому не сразу понятно, что... А, ну, хорошо. Смотрите, цифра 9, правильно? Угу. Это вот наша ситуация жизненная. И если вот, например, вот для вас она цифра 9, вот так если повернуть, то для меня она... Вот так вот. Угу. То она для меня цифра 6. Потому что если с двух концов смотреть, вот смотрите, для вас она 9, а для меня... ой, для вас она 6 сейчас. А для меня... Для нас это 9. Ну, я думаю, что понятен смысл, да? Когда мы переворачиваем. Да, правильно пишите. Вот понятен смысл. Вот когда мы в жизни видим какую-то ситуацию, она может быть с двух сторон. Вот как вот эта цифра. Ну, Тань, как минимум с двух сторон. Как минимум, да. Если мы начинаем. Если уже прямо, знаешь, детально взять, чтобы просто вот, например, если с вами происходит какая-то неприятность или какая-то внутренний дискомфорт, и вы говорите, у меня не получается, то это вы, значит, с одной стороны смотрите. А если с другой, то там, наоборот, все должно прийти, и все должно быть круто. Правильно же? Так? Переворачивай. Ты можешь и так переворачивай. Еще одна буква, это буква И. Записывайте себе, и потом будете писать. Теперь я, смотри, вот я, то, что вот мы с тобой сейчас вот уже проговорили, уже есть какой-то момент конкретных рекомендаций. Я бы хотела бы, как мы любим обычно, подводить итоги, хотя мы итоги еще не подводим, мы еще поговорим, да? Ну, вот еще поговорим чуть-чуть попозже, подведем итоги. Вдруг у нас еще что-нибудь сейчас придумается. Ну, на ходу что-нибудь сейчас родится какая-нибудь идея. Сразу скажу про это, что кто из вас, ну, вернее, кто сейчас заглянул, не посмотрел до конца? Читайте. Ну, ладно, не буду, не буду там нехорошие слова говорить. У нас просто, Татьяна, почему мы стали сходить в прямой эфир? Потому что мы два человека, которые не любим говорить просто про что-то, ну, про что-то совсем. Мы говорим для того, чтобы обогатиться самостоятельно и в том числе дать вам какие-то идеи. И в нашем пространстве, в нашем поле действительно рождаются идеи. Поэтому, если вы будете регулярно смотреть наши эфиры, вы можете просто ловить инсайты, себе записывать, и это как одна из точек для кого-то будет ростом. Я просто уверена в этом, что в прямом эфире, что больше... У меня 18 в нумерологии, у меня 18 в нумерологии. А у меня еще девятка. Ну, это понятно. Вот смотри, 18-18 – это же волшебники. Поэтому мы даем энергию, мы даем людям возможность что-то поймать. Поэтому вот то, о чем ты говоришь, вы можете, слушая нас, вроде бы поболтали, а на самом деле что-то поймали. Даш, скажи, пожалуйста, можешь рассказать свою какую-нибудь историю, которая действительно была показательная в плане того, что ты, например, боялась, а она приперла? Ну, раз и поперла. Раз и поперла? Слушай, ну, таких историй много, что прям вот сразу раз и вдавки? Ну, когда вот желание, вот когда появилось желание, и вдруг прилетело сразу же все возможности. Ну, смотри, вообще, я почему говорю, что у меня таких много, у меня так сразу мозг начинает, так вот это, может быть, вот это, а может быть, вот это, вот это многое, а тут еще что-то. Много разных ситуаций. Я просто, когда говорят, я неоднократно в своих эфирах, мы с тобой говорили про состояние потока, я его научилась чувствовать, и поэтому действительно, иногда, когда ты занимаешься любимым делом, тем, что тебе нравится, ты вдохновлена этим, ты отдаешь информацию, энергию и так далее людям, просто делишься тем, что у тебя есть, ты начинаешь входить в этот поток, и почему-то с другой стороны, не почему-то, я знаю, да, почему это закон вселенной, начинает в других сферах все складываться самым, наверное, лучшим образом. Иногда действительно ты не понимаешь, откуда, да, вдруг там приходят деньги, приходят партнеры, приходят какие-то интересные предложения, да, это, в принципе, все какие-то такие переломные моменты, они все были вот из такого состояния, что я там, мы так с тобой познакомились, да, то есть, ну, по большому счету, как бы ничто не предвиделось, я просто доверилась чутью и просто, ну, вот непонятно куда, там, в Москву поехала, мы познакомились и началась эта деятельность. Вот да, кстати, подожди, вот это вот прямо показательная история, был звонок от меня, Дарьи, и предложение поехать на форум в Москву. Она была вообще... Да, это была возможность, я могла отказаться. Можно сказать, ты была просто хорошим человеком, хорошей женой, хорошей мамой. В Фаберлик там ничего не было, там, по-моему, мизер что-то было у тебя тогда. Ну, да, я там буквально какие-то там первые попытки делала, и не первые, да, и там ничего только мне было, и вообще, по большому счету, ну, вот даже сейчас... А почему ты ухватилась тогда, вот скажи? Не знаю, это что-то где-то внутри ёкнуло. Ну, то есть, понимаешь, вот ёкнуло, и я не могу описать, что это, просто появилось дикое желание. У меня стета-хиллинг так в прошлом году, то есть я вдруг поняла, что я так хочу, что если я это не сделаю, то... Вернее, как, не то, что... У меня даже мысли не было, что я этого не сделаю. То есть это вот это огромное желание, когда ты понимаешь, что по-другому быть не может. То есть ты в любом случае это сделаешь. Такая же ситуация была у меня с поездкой на Дальмены. То есть родилась мысль давно, но в какой-то момент я понимала, что вот сейчас время. Это вот интуитивно, когда ты начинаешь всё-таки доверять и слушать себе, да, хоть иногда там есть сомнения, получится, а там если по поводу денег, да, особенно когда там, ну, там, форум в Москву, это тоже тогда стоил денег, там, обучение, это тоже стоит денег. Но вот в тот момент, когда ты принимаешь решение и понимаешь, что, ну, по-другому быть не может... Хочешь. Хочется так, что... Да. Ничего, никаких преград нету. Ничто не устроено. Да, и тогда самым интересным способом, ты ему... Это классно, когда мы прописываем по шагам, ставим цели и действуем туда, но иногда это срабатывает даже на силе желания, когда подтягиваются все возможные ресурсы. Приходят люди и говорят, вот, пожалуйста, потому что у меня так и произошло в статахилинг. Я планировала вообще ехать в Москву, и в июне как раз этого года, и оно бы всё накрылось медным тазом сейчас, но появился другой человек, другой инструктор в Челябинске, другие возможности, время, другое по финансам, и я просто доверилась вот этому, что нужно сейчас. Если бы я тогда сейчас не решила, то... Ну, нет, я бы оставалась замечательным человеком и так далее. Но просто не закрутила бы вот эту череду событий в жизни, изменений и трансформаций, которые уже сейчас начинают по-другому развиваться. Как закрутить? Как закрутить? Я понимаю, что ты говоришь, уже сегодня говорила, поставить цель. Я это знаю, что обязательно ставить цель. Ну, а люди... Захотеть поставить цель и начать меняться. Смотрите, вот даже, да, если мы коснёмся сейчас, очень много информации по поводу того, что... Так, у нас сегодня какое число? Шестое же, да? У нас сегодня шестое число. Что-то потерялось я. Потерялось я. Много событий разных в пространстве и времени, поэтому, да, всё относительно. Вчера пятое число было, вчера было лунное затмение, и мы вошли в коридор затмений. И мы уже с тобой тоже говорили про это, что... Меня вчера, да. Да, многих штормила лунного этого вчера и так далее. Важно просто, ну, во-первых, очень много разной информации. Я тоже из тех, кто не фанатик, ну, как бы я вчера прочитала очередную версию, как можно заряжать деньги, там, положить на подоконник и так далее. Вот, отлично. Следующая буква. Это буква, это не цифра. Да, да, это буква З. А то кто-то подумает, что это цифра 3. Нет, это буква З. Просто, ну, раз мы экспериментируем, да, с вами, то мы, как бы, ну, вот, реально... Я расскажу ещё одну идею, сейчас перейдём по поводу этих затмений. Это, кстати, тоже по поводу возможностей, да, Тань? Когда появляется мысль сделать что-то интересное для вас, в том числе, да, что-то такое вот прям клёвое, зажигательное. Какая идея сейчас для вас. Я вчера вот эту идею с игрой увидела поздно ночью, пишу Татьяне, Таня, на вас делаем вот так. Утром мы с ней договариваемся, всё делаем. И быстро. Да, это когда приходит какая-то возможность, приходит информация, мы бы могли бы так сказать, нет, мы сейчас это не будем делать. Нет, мы не будем такое использовать. Ой, не получится. Ой. Мы подумаем ещё пару лет. Ой. Ещё и деньги отдавать. Да, да. Ой, а вдруг люди не... А вдруг у них не получится? Ещё, ещё. И игрушечки не будет. Давай про затмение. Говори давай уже. Да, про затмение. Во-первых, вообще, как бы, да, непростой год. Вот, и многие астрологи про это говорят, многие специалисты и нумерологи и так далее. Ну, опять же, как к этому относиться? Если мы относимся к... Почему он непростой? Потому что время перемен. Просто время перемен. И как мы помним с вами из предыдущих эфиров, всё, что новое, какие-то изменения нас страшат, потому что мы просто тупо не знаем, как оно там, после... Мы договорили слово тупо не говорить. Да, отменяем это слово. Да. Это будет умно. Вот. Поэтому, когда что-то происходит, мы это воспринимаем, ну, опа, ну вот, я не ожидал. Но если мы к этому относимся, что круто... Ну, это как вот в ответ, если я вас повторю. Да. Время экспериментов. Вы можете запустить что-то новое. Это как раз время для того, чтобы трансформировать все свои страхи, обиды отпустить. Это негативно или в это время? Это вообще про весь год. Этот весь год отражается такими событиями, которые будут, да, периодически нас штормить. Если мы говорим про коридор затмений, который сейчас начался, и я, и девчонок, кто, да, астрологи тоже, то есть раз я не астролог, то все равно у кого-то учусь, у кого-то смотрю, просто чтобы опираться на эти моменты тоже в своей жизни, и выношу уже свое суждение, да, по этому поводу. Это время трансформации. Очень многие планеты сейчас, сейчас скажу, сейчас четыре ретроградные планеты, в июне будет еще пятая как раз период коридора затмений. И само затмение, оно дает, с одной стороны, нам вот это непонятное состояние внутри, то есть что-то происходит, мы не поймем, что. Ну, скорбь какой-то, да? Да, да. Но это нам для того, чтобы понять, в каких сферах жизни нам нужно внести изменения, где нам нужно что-то трансформировать. И вы можете понять, потому что штормить начнет именно там, где что-то не так. Ну, то есть, если вы, например, да, вот я приведу такой пример, мне близкий. Если я вдруг поняла, что есть проблемы, да, с внутренней опорой, то меня начинают со всех сторон вот эту опору качать. И ситуации происходят, правильно? Да, происходят ситуации, которые как раз ее расшатывают. Я что могу сказать? Ну, как, что делать в этой ситуации? Как реагировать? Я могу сказать, прям хорошее, плохое слово хотела, да? Ну, жизнь не айс, обижусь на всех, уйду в депрессуху и так далее. Но если мы переходим в осознанное состояние, что да, штормит, да, происходит изменение, да, я могу пойти обидеться на весь свет, плюнуть на все и все, но сейчас я могу заложить изменения. То есть я и так уже, да, ну, я если при себя говорю, что закладываю разные изменения уже, то есть меня давно уже штормит, это мои личные проработки, и сейчас оно еще накладывается. Я что могу сделать? Я просто могу посмотреть разных специалистов, учителей, у которых я учусь, что мне нужно сейчас сделать? Вынести опыт, да, из этого, слушать себя, прислушиваться, выращивать эту внутреннюю опору, расширять ее, чтобы, несмотря на то, что происходит вокруг, я внутренне была другая. И какая другая? Ну, и взять же путь можно. Конечно, и в этот момент мы начинаем шаги. Какое-то новое стремление к каким-то определенным достижениям. Да, мы закладываем и начинаем делать, да. То есть коридор затмений у нас получается сейчас лунная, 21-го у нас будет солнечно, и там еще день летнего равноденствия, это вообще один из очень сильных дней в году. Часов. Вот, да. А потом? И там тоже можно закладывать. Потом еще будет одно лунное затмение. Вот и получается, что коридор 5-го июля. И вот получается, этот месяц нам дана возможность огромная изучать себя, наблюдать, как что происходит, в каких сферах штормит, где обратить внимание, где подстелить соломку, где, наоборот, есть время освободиться от страхов, обид, сожалений. Физически даже девчонки рекомендуют, астрологи, особенно вот в эти дни, да, перебрать вещи, там, выкинуть что-то лишнее, то есть что тяготит, потому что это не полезно бывает в период трансформации. Ну, есть еще же такие, вот я, например, делала такую технику в определенный момент, есть еще время, у тебя сколько осталось? У меня осталась одна. А, и у меня одна, чтобы мы с тобой... Ну вот, да. Я просто одну технику делала много лет назад, когда вот я действительно вот, ну, не в лунное затмение, но в любом случае, когда я трансформацию проводила с собой, то есть, ну, чтобы поменяться, изменить что-то в своей жизни, чтобы улучшить все это, нужно было провести анализ, как говорится, предыдущей жизни или предыдущих поступков, понять здесь и сейчас, что я могу сделать в нынешней ситуации и посмотреть именно, основываясь на будущем, чего я хочу. И вот тогда я, мне предложили такую технику, и ты, по-моему, тоже делала в то время, когда я на листочек выписывала все, чем я недовольна в этой жизни, все, от чего мне плохо, все свои обиды, все свои эти, как вот, негодования, все свои вот эти заморочки выписывала на листок, и чем больше вы напишете, тем лучше, и потом этот листок просто выходила на улицу и сжигала. И получается, пеплом развеивалось вот это вот. Я не знаю, как это работает, кто-то верит в это, кто-то нет, но психологически я помню свое состояние, что у меня аж даже мурашки шли по коже, потому что я понимала, что я от чего-то освобождаюсь, освобождаюсь от своих каких-то заморочек, вот этих внутренних, и делаю встречный ход именно в то новое, в ту меня новую, в то обновление, которое меня ждет впереди. То есть вот как, если, как многие говорят, я начну новую жизнь, и она начинается с понедельника, каждый раз с понедельника, и каждый раз ничего не происходит. А когда вы... Начните сегодня. Да, начните сегодня, просто пропишите вот какие-то вот эти вот свои заморочки, вот эти вот, и просто-напросто выйдите на улицу и сожгите это. Развейте по ветру. Только аккуратно, там, где можно. Да, ну да, конечно. Ну, да, даже можно было бы и дома, но на улице это вот все-таки, когда пепел, вот так вот сдуть его, чтобы он действительно улетучился. Ну да, здесь разные процедуры очищения, освобождения, можете прям разные сделать. Я бы тут еще, знаешь, как вот я понимаю, что в тот момент оно у тебя классно сработало, это опять же, да, про веру. Когда мы начинаем верить в то, что это сработает, и вот эта вот надежда, да, что это прям поможет, это классно работает, и даже просто вот на внутреннем состоянии. Я бы тут немножко скорректировала. Смотрите, то, что было когда-то, это прошлое, и мы на самом деле очень часто путаем прошлое, будущее, настоящее. То есть у нас реально в сознании очень часто перемешивается, и мы иногда не понимаем, что будет в будущем, потому что наслаивается вот это все прошлое. И я бы сказала, чтобы научиться быть в моменте здесь и сейчас, и из этой точки, что у вас было положительного в предыдущем опыте взять все хорошее, и что на данный момент вам не служит, потому что в какой-то, то есть если мы сейчас говорим, что это совсем плохое, потому что мы обесцениваем некоторые вещи, потому что, например, когда-то я готовила, ну там, да, и про тебя тоже касается, я готовила десятилитровыми кастрюлями для того, чтобы накормить всю семью, и это неплохо, тогда это было хорошо, ты протачивала одну из сфер, да, но сейчас, если ты будешь готовить десятилитровыми кастрюлями, это не функционально, тебе сейчас это никак не служит. хорошо сказала. Тогда совет такой, да, получается, мы людям даем, вы прописываете, что вам может помочь для реализации ваших целей, и прописываете, что вам мешает, и что вот разделить бы на разных листах. Два листа взяли, два листа взяли. Я хотела сказать, ты листочек хочешь показать? Следующая буква. ну просто правда, взяли два листа, например, да, и на одну написали, то, что вам поможет. Сейчас не путай, чтобы нет, они запутались, да. А то запутаются. О, вот так вот надо, да? И написали, о, вот это мне хорошо, о, вот это мне не нужно, да, просто уже не нужно, да, потому что действительно, когда мы говорим, что это плохое, мы обесцениваем, и в некоторых моментах, которые даже были, ну, так скажем, не айс, все равно много чего было положительного, от которого можно... и это классный опыт. Да, да, да. И даже иногда, когда бывает... Что там ожидает? Скажи, вообще, что такое затмение? Что происходит? Я не в плане космоса, я в плане это, как его. Что происходит с людьми, когда вот, помимо того, что-то стартит? Ну, вообще, да, ну, во-первых, как бы ты ко мне задаешь вопросы по поводу астрологии, я просто вообще сюда... Знаешь как, я считаю так, что есть огромное количество разных наук, в том числе и астрология, которая нам иногда, ну, не иногда, очень часто помогает опираться и черпать ресурсы. Это как раз тоже, да, в тему, опять же, тех же денег, по поводу денег. Мы не в другую сторону, мы про деньги, но просто вот свой мир вот по-другому поставить, и тогда деньги припрут. Они просто бежать за вами будут, они будут валиться на вас, как вот, вот как я ставила до этого, вот, эту штучку-то, ой, как я ставила, они будут валиться на вас, как это. Вот сейчас я ее поставлю, я ее нашла. Тут смотри, ой, что это? Куда ты? Пожала. Тут по поводу, опять же, возможностей, да, когда у нас, мы обращаем внимание на все возможности и ресурсы, мы получаем подсказки. И если мы говорим из этой точки зрения, по поводу затмений, по поводу коридора и так далее, то, как я уже сказала, это возможность начать изменения в своей жизни в тех сферах, которые сейчас актуализированы. Это про то, что где штормит, там и работаем. Ну, если все хорошо... Бабка мне звонила, отключу бабки. Если все замечательно в деньгах, вообще никаких нет предпосылок, что там что-то произойдет, то, ну, может быть, Вот все замечательно в деньгах. Тем человек богаче становится, тем ему больше хочется. Таня, Это не убеждение, но ему хочется больше всегда. Подоходы и расходы. Это тоже убеждение. Это не убеждение, это опыт, Дашенька, потому что, если я раньше могла себе, я выбирала одно, то сейчас я прихожу просто и это покупаю, понимаешь? Я согласна, Таня, но это тоже одно из. Есть люди, их немало, которым достаточно, которые в, ну, в таком, прям, хорошем изобилии и благополучии живут, и они уже не парятся. А, они уже не хотят денег, они уже их раздали. Нет, нет, они уже по-другому к этому относятся. То есть это другой уже уровень сознания. Окей, мы сейчас говорим про других. Давай подведем итоги, потому что время, я смотрю, там подбегает. Давай подведем итоги, что нужно сделать для того, чтобы действительно деньги начали появляться, ну, не физически на земле, а вообще вот, вот, чтобы они шли к нам, чтобы мы их видели, чтобы мы их, вот, понимали, куда мы идем. Давай, первое. Ну, смотрите, во-первых, да, мы освобождаемся от, и сейчас классный период для этого, от страхов, обид, установок, негатива, в отношении денег, как таковых. Учимся их любить. Учимся их любить, да, и вот, например, там, мы даже в чате марафона стройности, в других местах, мы делаем загрузки в тета-практиках. Я зажала, я кое-что вспомнила, как мы привлекали деньги. О, да, это разными способами. А можно я расскажу быстрее, может, я успею. Мы, когда у нас были проблемы, мы с девчонками, у нас трое было, ну, уже в фабрик работали, мы, короче, это, нашли технологию такую, когда вот, как это, она забывается, я говорю. Я даже не могу вспомнить, как она называется. Короче, мы нашли книжечку, и там мы прочитали, чтобы привлечь к себе деньги, нужно брать, съесть банан, и эти шкурки нужно прополоскать под проточной водой, но не в кране, ну, можно иногда в кране, а именно на улице. Мы пошли деньги привлекать. Одна тетушка такая взрослая, мы еще помоложе, три дуры, вот выглядело это как три дуры, по-другому никак не скажешь, по городу идем, каждая съела по банану, взяли эти шкурки, а там, знаете как, там, короче, получается дорога туда, и дорога сюда идет, то есть одностороннее движение, а между ними вот этот ров, он заполнен вот этой вот водой, то есть там течет что-то, ну, как ручей, вот просто поток, а туда не зайдешь в него, нужно только вот взять и вот-вот подойти и наклониться. И, короче, мимо машина проезжает, а мы все три стоим, и эти бананы, вот эти шкурки полоскаем, шкурки полоскаем, деньги привлекаем, остановился, говорит, девки, вы что делаете? Так надо было, смотри, надо было сказать, деньги привлекаем, потому что есть вероятность, вы сказали, он покрутил у виска, вы знаете, вот это было, это нет, но было вот это ржачно, но самое забавное, что буквально на этой неделе, на этой же неделе, как мы прополоскали, у каждого появились какие-то деньги, кто-то там кому-то подарил что-то, кто-то там принес, кто-то заработал именно на продажах хорошие деньги, мы сказали так, и потом мы взяли, мы перестали бояться, что мы выглядим дурочками с переулочка, мы просто стали делать это такое, вот мы прям вот делали это на протяжении определенного количества времени, я знаю, что некоторые девчонки сейчас, о, буква И, и многие, и многие сейчас наши передают своим, вот, вот, консультантам, мы ходят и с ними вместе полоскают, оксимарон, вспомнила я, технология оксимарон, вот. Ну это, Таня, это опять же про то же, да, что можно не верить, можно не делать, это второе, наверное, будет, да, да, это можно сидеть на попе ровно и ныть, а можно использовать все, ну вот, вам попалась эта техника, которая говорит, вот сделай так, получи деньги, вы что, вы пошли, сделали и получили деньги, и не важно как, вы выглядите, и не важно как, это можно пойти к астрологу, он, который вам подскажет там какую-нибудь, что нужно сделать для того, чтобы деньги, к нумерологам, к психологам, можно пойти пройти обучение, увидели объявление, что сетевой маркетинг, и там будут деньги, ну, взвешивайте все за и против по поводу пирамиды, да, это один, единственный момент, взвешивайте все нюансы, или там, вкладывать куда-то под 100% годовых такого тоже, ну, то есть, немножко прислушивайтесь, но если вам приходит такое предложение, берите, берем все, что дают кроме денежных пирамид, все остальное берем, ну, я не, даже не то, что про денежные пирамиды, а вообще про какое-то мошенничество, мошенничество, да, анализируем нам мошенничество, то есть, насколько, да, если приходит смс-ка, получи деньги, пройди по ссылке, ну, блин, ну, явно тут что-то не то, да, не так, а если вот, если, например, сейчас, женщинам с детьми, можно получить 10 тысяч на каждого ребенка, да не сидите вы в интернете, и не жалуйтесь о том, что какое-то там государство нас не обеспечивает, пойдите, оформите это пособие, да, ну, вам дают, возьмите, возьмите, если мы объединили, возьмите то, что вам дают, участвуйте в нашем розыгрыше, да, вот это я тоже хотела сказать, сейчас огромное количество блогеров разыгрывает деньги, да, я не призываю к тому, чтобы сидеть целыми днями, там что-то выполнять, какие-то условия, но если вы вдруг услышали, что получи деньги, нужно всего лишь сделать раз, два, три, ну, попытайте свое счастье, попытайте удачу, не отказывайтесь, механизм работает так, как только вы говорите, да, вселенная вам дает, вы можете сегодня, да, как ресурсы прям подтягиваются, говорите, да, вы сегодня можете не выиграть, но завтра вы выиграете в два раза больше, сегодня может быть то, что вы берете какой-то ресурс, какое-то сотрудничество, партнерство, они придут с другой стороны, с другой стороны придет, они придут с нескольких сторон, когда вы говорите, да, вы готовы, то оно идет, вселенная всегда говорит, слушаю и повинуюсь, она всегда говорит, да, вы навстречу скажите, да, определитесь то, что мы вам сказали, и она вам ответит, да, правильно? По поводу, кстати, да, по поводу, тоже недавно услышала, такое одно из упражнений, согласна, что она действительно может открывать, денежный поток в плане того, что на принятие, по поводу, если у вас есть какой-то кредит, и который вы выплачиваете, то есть, ну, есть определенные установленные, там, месячные оплаты, да, вы можете увеличить этот поток, каким образом? Откладывайте на эту карту, там, не знаю, кредит на кредит, 10 рублей, то есть, вы прям, вы можете накопительный счет открыть, сейчас есть такая возможность, и каждый день вы, я 10 рублей откладываю, на это, на закрытие этого кредита, на следующий день, еще 10 рублей, еще 10 рублей, и вы таким образом открываете вот этот поток, что вы готовы, начинаете идти, да, и у вас быстрее все это закрывается, ну, во-первых, я в свое время конверты, конверты, прям заводила, пять конвертов, и там были вот маленькие мечты, и одна крупная, и на крупную мечту, вот заработал что-то, раз, и туда откладываешь, заработал, раз, и откладываешь. заплати себе, да, к сожалению, многие люди забывают про то, что нужно прежде всего заплатить себе, и, да, и еще по поводу, кстати, тоже одного, это наша любимая с тобой тема, перестаньте говорить нет денег, ну, нет денег, у вас их нет. Нельзя так говорить. Да, отменяем. Отменяем. Если вы вдруг понимаете, что вы говорите нет, хотите сказать нет денег, скажите, в настоящий момент у меня на это, нет, не так. Нет. Нет, не так. У меня, у меня деньги есть всегда, просто проговаривайте этот момент. Когда, это чаще всего у меня нет денег, это когда нужно отказать. Дети просят, да, вот как мамы, кто-то просит взаймы, нет денег, вы так и говорите, что у меня деньги направлены сейчас на другие дела. Все. Вы, во-первых, говорите вселенной, что у меня есть деньги, и что есть приоритет, куда вы их направляете. Скажи про игру, потому что сейчас отключится, мне кажется. да, и по поводу игры еще раз. Мы вам даем возможность сегодня, да, поиграть, и как раз впустить свою, вселенную деньги. Да. В течение всего прямого эфира мы показывали буквы, сейчас уже не буду их показывать, на листочках попеременно с Татьяной. Нужно собрать все эти буквы, составить из них слово, и нам написать в директ. Мне или Татьяне, без разницы, а под постом, который выйдет после прямого эфира, то есть как эфир, то есть как эфир сразу опустится в пост. Ну, а я как загружу, будет сразу условие, да. Да, то есть, ну, постараемся, побыстрее, сразу будут условия. Нужно просто под этим постом написать готово. Все, больше ничего не нужно. Розыгрыш, когда делаем во вторник? Во вторник мы разыгрываем 500 рублей. Поэтому впускайте в свою жизнь изменения, опускайте в свою жизнь трансформации, перестаньте ныть, что все плохо, возьмите свою жизнь в свои собственные руки, начните быть счастливой уже здесь и сейчас, богатой, счастливой, изобильной, здоровой, чтобы все были добродетели с вами, да. Да, как я сегодня картинку сбросила, как себя мотивировать? Да никак. Так, сиди там и сиди, если не хочешь. Просто бери и иди, потому что на самом деле все приходит. Все идет, всегда идет, всегда шло и всегда будет идти. Правильно? Вот, и у меня замаячило, что осталось 20 секунд, поэтому огромная благодарность, кто был в эфире. Ну и смотрите, наши следующие эфиры, будем раскрывать разные темы. Ой, мы потом про мозг поговорим, у нас вот такая тема шикарная, про мозг, что делать, чтобы не стать, не прийти к эксгеймеру. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...